Топливозаправчик двухсекционный, объем 4,5 куба, выполнен в соответствии со всеми требованиями ДОПОК для перевозки опасных грузов. Что интересно, у автомобиля Исудзе, несмотря на то, что здесь достаточно маленький двигатель стоит, турбина с изменяемой геометрией. Рекомендована розничная цена Исуза РУС 5 миллионов 350 тысяч рублей. Это все вместе, да? Все вместе, да, готовые транспортные средства. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Всем добрый день. Осталась у нас еще одна новинка на стенде Исудзу. Это автомобиль Исудзу НПС-75, по-моему, да? 75, да. Или Исудзу Эльфа, там я вижу на бампере наклейка. Полноприводный 4х4 топливозаправщик. Это Сергей, он сейчас про свой топливозаправщик расскажет нам. Ну да, немножко повторюсь, значит, это топливозаправщик на базе полноприводной Исузу. Он предназначен для заправки техники, находящейся где-то на удаленной работе, на вахтах каких-то. В первую очередь строительная техника и сельскохозяйственная техника. Видно, мост. Это оскольки кубовые у вас получился он? Топливозаправщик двухсекционный, объем 4,5 куба. Выполнен в соответствии со всеми требованиями допок для перевозки опасных грузов. Цистерна, сталь 0,9 Г2С, штампованные донцы, целиковые с отбортовкой. Экологический короб, предопрощающий попадание нефтепродуктов на землю. Лестница очень удобная, раскладывается до уровня земли. Может наверх залезем туда? Да, конечно. Ага, сразу поднимается, да? Да, опор очень автоматически поднимается. На такой маленькой машинке сделали вы, получается, две секции. Две секции. Это вы в Нижнем Новгороде делаете? Да, в Нижнем Новгороде, да. То есть у вас собственное производство? Ну, сама цистерна изготовлена в кооперации спа-унифас. А монтаж, уже обвязка и все сертификационные документы предоставляют РУСТРАГ. Ну, вы являетесь заводом-настройщиком ИСУЗУЮЩЕЙЩЕЙЩЕЙ, да? Да. Или вы дилеры ИСУЗУЩЕЙЩЕЙ? Мы нет, мы официальные доработчики, компания ОИСУЗУЮЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙ. ИСУЗУЮЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙЩЕЙ. По два куба, получается, с небольшим, каждая секция. Да, да. Она резина примерно пополам, каждый отсек является единицей измерения. Ну, понятно. Простят нас тут за грязь немножко, ну, понятно. Ну, пыль, вода стояла, машина долго ждала. Не без этого. Выставки. Кстати, пользуясь моментом, я вам экспозицию ИСУЗУ покажу сверху. Вот такая вот экспозиция. Ну, хочу обратить внимание, что здесь алюминиевая коммуникация. То есть они не корродируют. В топливо не попадает ни окаленная, ни ржавчина. Повышенный срок службы. Это вот донный клапан. Да, донный клапан. С механическим приводом. Дело в том, что с пневмоприводом поставить нельзя, потому что нет пневмом системы на машине. А тут тормоза гидравлические. Да, тормоза гидравлические. Компрессор, а нет. Поэтому такое решение конструктивное. А это вот что такое? Фильтр, да. Да, это первый фильтр грубой очистки ставится перед насосом. А, это топливный насос. Топливный насос, шиберный, СШМ-60, очень производительный. Там сетка, да, стоит? Да, там сетка, механическое очищение. И второй более уже тонкий фильм ставится перед счетчиком. К сожалению, ящик закрыт. А, не откроем? Я расскажу. В этом ящике находится шланг 10 метров с пистолетом. Механический инерционный разматыватель. Счетчик DD-40. Фильтр тонкой очистки перед счетчиком. Манометры 2. И держатель для пистолета. Тут рукава, да? Здесь два рукава, да. У вас с ключами кто-то сбежал? Здесь кто-то, у кого-то на ИСУЗУ. РУС, не могу сказать, у кого. Это вот как раз слив идет, да, из экологической корбы? Да, из экологической корбы, да. Слив с краном, то есть, чтобы можно было на утилизацию все отходы направить. Ну, понял. А сколько такая машина на сегодняшний день стоит, не знаете? Рекомендована розничная цена ИСУЗУ РУС 5 миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей. Это все вместе, да? Все вместе, да. Готовые транспортные средства. Кстати. Кнопка отключения массы сертифицированная. Она и в районе хамурят в данной батарее и дублируется в кабине. А где в кабине? А, вот красная на панели. Да, да, да. Вот она. Включается. Интересно, пружины спрятаны. Это вот для чего сделано? Это компенсационные пружины, чтобы снизить нагрузку на рамы в районе переднего кронштейна крепления. То есть, это... Они установятся практически на всех навесках. Должны быть установлены. Угу. А это аккумулятор, да? Это аккумулятор находится в специальном ящике. Хотел показать еще, как привод сделал. Получается. Здесь вот через карданчик сделано. Да, конечно. С левой стороны коробка оббора мощности. Да. Коробка оббора мощности UMSB устанавливается. А насос уже топливный российского производства, шиберного типа. И дальше пошло вовремя. Видно. Кардан к переднему мосту. Полноприводная машина. По-моему, система привода здесь парт-тайм называется, да? По-моему, да. То есть, тут постоянный задний привод с возможностью жесткого подключения переднего моста. Вот. Может быть, отсюда будет видно еще. Вот оно. Получается. Пошел кардан назад. Пошел кардан к насосу. И, по сути, как таковая раздаточная коробка тут отсутствует. Отдельная. Тут сразу коробка переходит в раздатку. Понял. Ну, Сергей, огромное спасибо. Спасибо вам большое. В общем, чем интересен этот автомобиль? Ну, само шасси. То есть, представитель компании-настройщика, он про настоитку рассказал. Я немножко расскажу про само шасси. Буду иногда пользоваться подсказкой. Вот. Машина интересна тем, что она полноприводная. То есть, с колесной формулой 4х4. Причем здесь постоянный задний привод. И с возможностью подключения переднего моста. Значит, система подключения здесь жесткая. Парт-тайм, так называемый. То есть, передний мост подключается жестко. Не рекомендуется эксплуатация на твердых покрытиях. Но понятно, что со всеми вытекающими последствиями как бы, ну, может выйти из строя. Вот. Поэтому включение только на дорогах со скользким покрытием. Вот. Двигатель здесь установлен 4HK1. 4-цилиндровый двигатель. Рядный, жидкостного охлаждения. Ну, понятно, с турбонадувом. Причем, что интересно, у автомобиля Isuzu, несмотря на то, что здесь достаточно маленький двигатель, стоит турбина с изменяемой геометрией. Объем здесь 5,2 литра почти. То есть, больше 5 литров. Мощность двигателя на этой машине 155 лошадиных сил. Ну, то есть, в принципе, как бы, это, понятно, не гоночный автомобиль. Но просто обратите внимание, при литраже 5,2 лошадей 155 лошадей. То есть, мотор не форсированный. Мотор такой прослужит очень долго. Значит, коробка переключения передач на этой машине установлена 5-ступенчатая. Раздаточная коробка здесь двухступенчатая. Вот. Причем, если посмотреть внимательно, как бы, ну, тут классический вариант раздаточной коробки немножко другой. То есть, здесь раздаточная коробка, она является продолжением коробки переключения передач. То есть, кто, ну, как бы, имеет дело с грузовыми автомобилями, больше грузоподвижимость, там все-таки раздатка отнесена отдельно. И между КПП и раздаточной коробкой есть еще один карданный вал. Здесь он отсутствует. То есть, вот видно отсюда вот эта сама раздатка. И вот видно карданная передача, которая идет к переднему мосту. Вот. Сама раздаточная коробка двухступенчатая. То есть, пониженный и повышенный ряд. Вот. Видно вот здесь вот воздушную мембрану включения-выключения. Вот одна, вот вторая. То есть, видно диафрагму подключения переднего моста и диафрагму включения пониженной и повышенной передачи. Вот. И вот здесь установлена блокировка привода на передние колеса. То есть, можно отключать. Хотя, по большому счету, большой экономии топлива это не даст. Ну, в общем, аналогичную машину обзор я уже делал чуть раньше. Вот. В принципе, здесь ничего нового не добавилось. Кроме того, что она стала повыше. Но это из-за переднего привода. Из-за того, что добавился ведущий передний мост. Вот. То есть, так же здесь откидывается внутри. Получается, превращается в столик. И за тем сиденьем обычно прячется домкрат с монтировкой. Вот. Ну. Судя по всему, здесь реализована эта коробка включения насоса. То есть, коробка включения отбора мощности механическим способом для привода топливного насоса. Продолжение следует... Продолжение следует...